Татьяна Пельцер по национальности наполовину немка, наполовину еврейка, была без преувеличения великой русской актрисой. Себя она называла счастливой старухой, ведь основу фильмографии составляют картины, где она мать, бабушка, няня. У неё не было актёрского образования, но уникальный талант до сих пор вызывает восхищение. Биография народной артистки СССР началась в 1904 году в Москве. Её предки по отцовской линии были выходцами из Германии. Там они занимались пошивом шуб, которые называли Пельцы. Отсюда и произошла фамилия. Дед по матери был главным раввином Киева. Иван Романович был для дочери не просто отцом, а учителем, наставником, образцом для подорожания. Он научил её живо смотреть на мир, воспринимая его во всех красках. Неудивительно, что, глядя на него, девочка захотела стать актрисой. Позже Пельцер с гордостью рассказывала, что не училась в театральных вузах, ведь всем тонкостям профессии её обучил папа. Сценический дебют Татьяны состоялся ещё в детстве, но поначалу она играла преимущественно мальчишек. В возрасте девяти лет девочку задействовали в роли Авгия в спектакле «Камо Грядеши». Уже будучи взрослой, она вспомнила, что первое появление перед публикой оставило ощущение восторга. В 12 лет Татьяна уже считалась профессиональной актрисой. Она играла в антрепризе Николая Синельникова. Всё это время рядом был отец, но уже в 1920 году родители согласились отпустить дочь одну в Ейск. Там она участвовала в постановках передвижного театра «Красной армии». Вскоре в трудовой книжке актрисы появились записи из колхозного театра и театра военно-морского флота. Через несколько лет Пельцер вернулась в столицу. Она выходила на сцену в постановках театра Корша и театра имени Моссовета, тогда ещё Московского государственного совета профсоюзов, затем до 1938-го Московского областного совета профсоюзов, но в начале 30-х по семейным обстоятельствам переехала в Германию. В Берлине Татьяна вступила в коммунистическую партию, устроилась работать машинисткой в советское торгпредство, но однажды немецкий режиссёр предложил актрисе сыграть в спектакле «Инга». Это была её единственная роль в Германии, потому что уже год спустя исполнительница вернулась в СССР и продолжила деятельность в театре имени Моссовета. Её зачислили во вспомогательный состав. Отношения с руководством труппы в итоге не сложились. Через 4 года Пельцер уволили за профессиональную непригодность, упрекнув отсутствием актёрского образования. Из-за этого исполнительница даже на некоторое время покинула сцену, вновь вернувшись к работе машинистки. В 1936 Татьяна переехала в Ярославль, где год служила в старейшем драмтеатре России. Там сценическая карьера вновь не сложилась. Знаменитость вернулась в Москву, поначалу выходила на сцену колхозно-совхозного театра, затем пробовала дать очередной шанс театру имени Моссовета. В 1947 году артистка перешла в Московский академический театр сатиры, ставший для неё вторым домом, театром жизни. Она играла увлечённо, а известность к ней пришла после роли Лукерьи в свадьбе с приданным. Позднее эту постановку сняли на плёнку и показали в кинотеатрах страны. Зрители оценили талант Пельцер. Она проснулась знаменитой. В 70-е Татьяне Ивановне присвоили звание народной артистки СССР. Это произошло впервые за 48-летнюю историю Московского академического театра сатиры. Во многом актрисе помог Марк Захаров, поставивший пять спектаклей, где у знаменитости были главные роли. С переходом режиссёра в Ленком у исполнительницы начались проблемы. В итоге, после 30 лет служения сцене театра сатиры, она со скандалом ушла из труппы следом за Захаровым. Коллеги сочли это решение безумством, потому что начать с нуля в почтенном возрасте не каждый бы смог, но Татьяна Ивановна не жалела о своём выборе. Зрители обожали актрису, ходили на все спектакли с её участием, а Захаров подбирал для неё яркие образы, в которых она смотрелась гармонично. За годы работы коллеги начали считать Пельцер талисманом театра, поэтому даже когда она уже едва могла играть, всё равно продолжало выходить на сцену. Последней постановкой, в которой была задействована знаменитость, стала поминальная молитва. Роль Берты была прописана специально для неё. В то время Татьяна Ивановна страдала от проблем с памятью, забывала слова, поэтому реплики за неё проговаривал партнёр Александр Абдулов. Он относился к артистке с особой теплотой и заботой, и она отвечала ему тем же. Кинодебютом Татьяны Ивановны стал эпизод в комедии «Свадьба», в которой она снялась в 1943 году, но впервые зрители увидели актрису в драме «Она защищает родину». Вскоре после этого на счету у Бельцер появилась первая большая экранная роль, исполненная в фильме «Простые истины», но картина пропылилась на полках 11 лет и вышла лишь в середине 50-х. Всё это время артистка довольствовалась короткими сценами в кино, но и с ними справлялась мастерски. Успех ей принесла роль в комедии «Солдат Иван Бровкин», вышедшей в 1955 году. Татьяна Ивановна настолько блистательно сыграла сельскую женщину, что её окрестили матерью русского солдата. В картине «Иван Бровкин на целине» образ Евдокии сценаристы писали уже под неё. В дальнейшем Бельцер снималась много, ведь боялась, что её забудут и станет не на что жить. Не имея родительского опыта, она блестяще перевоплощалась в заботливых мамочек, ласковых учительниц и сопереживающих медсестёр. Все героини были столь душевными и любящими, что зрители непременно узнавали в них своих близких, проникаясь к исполнительнице особой теплотой. Её персонажи часто затмевали главных героев фильмов. На площадке Татьяны Ивановна всегда выкладывалась на полную, не жалея себя. В ней было столько энергии, что завидовали даже молодые коллеги. В молодости Татьяна не блистала красотой, такой, чтобы покорять мужчин. Однако девушку среднего роста с довольно крупным носом отличал магнетический взгляд и неуемный характер, именуемый пионерским. Актриса была очень начитанным человеком, любила дружеские вечеринки, могла вставить крепкое словцо и часто шутила. Замуж Пельцер вышла только раз, за немца Ганса Тейблера. Они прожили вместе четыре года и развелись, потому что Татьяна влюбилась в другого, о чём стало известно мужу. После развода бывшие влюблённые сохранили тёплые отношения, продолжали переписываться. Мужчина женился во второй раз, но, приезжая в Москву, обязательно заходил в гости к актрисе. Его сын тоже гостил в квартире знаменитости. В театре, где служила исполнительница, неоднократно обсуждались слухи о её романах и даже тайном браке. Но семьёй артистки оставались отец и брат. Последние годы жизни Иван Пельцер прожил у неё. Молодая супруга выставила мужчину за дверь. В 1959 году дорогого для Татьяны человека не стало. Она тяжело переживала этот удар судьбы. Приходилось ухаживать и за Александром, который после аварии превратился в инвалида. От него тоже отказались жена и дети. Брат ушёл из жизни в середине 70-х. О том, почему у актрисы не было детей, рассказала в интервью её бывшая домработница. По словам Анны Кукиной, уже в зрелом возрасте Пельцер перенесла выкидыш, после чего уже не смогла забеременеть. Названным сыном исполнительницы стал Леонид Харитонов, чья смерть была для неё тяжёлой утратой. В 80-е Татьяна Ивановна начала забываться, стала подозрительной и страдала от мании преследования. Она продолжала выходить на сцену, но болезнь прогрессировала, из-за чего артистка оказалась в психиатрической клинике. Поначалу её поместили в общую палату, но усилиями коллег по линкому удалось добиться перевода в отдельную. После курса терапии Пельцер стала лучше. Она смогла вернуться домой, но работать, как прежде, уже не получалось. Вскоре у знаменитости вновь начались проблемы с агрессией. Её пришлось поместить в клинику, где она в итоге и умерла. Незадолго до смерти, артистка сломала шейку бедра и уже не вставала. 16 июля 1992 года к ней, как обычно, пришла домработница Анна, обработала пролежни, сменила постель и угостила Татьяну Ивановну любимой сигаретой Мальбора. Актриса с удовольствием выкурила её всю. Через три часа медсестра сообщила главврачу клиники, что Пельцер скончалась. Причина смерти, как писали СМИ, пневмония и инфаркт. Согласно завещанию артистки, квартира досталась помощнице Анне, на протяжении 20 лет ухаживающей за Пельцер. Книги близкому другу Марку Захарову. Архив с фото Театру Ленком.